Через несколько минут здесь, в Киеве, национальная сборная Украины выйдет на поле своего центрального республиканского стадиона на матч против вице-чемпионов мира футболистов сборной Италии. И только победа в этом матче позволит сохранить питомцам Анатолия Конькова хоть какой-то шанс в борьбе за выход в финальную часть чемпионата Европы. Но обо всем по порядку. Красавец Киев всю вторую половину марта пребывал в ожидании настоящей весны, чтобы, одевшись в нежно-зеленый наряд, стать еще краше. На улицах и площадях города закипела жизнь, и за несколько часов до игры вокруг стадиона было настоящее столпотворение, правда, не имеющее отношения к предстоящему здесь матчу. Просто шла, как всегда, бойкая торговля. А рядом, на импровизированном плацу, отборные части Украинской национальной гвардии готовились к майским праздникам. В то время как шикарная чаша центральной арены Киева пустовала, на стадионе «Динамо» украинские олимпийцы, обыграв итальянских, подарили надежду и первой команде страны. Все-таки можно обыгрывать именитых, но надежда – это всего лишь надежда. На матче национальных сборных был далеко не аншлаг, так что игроков встречал сводный хор голосов сотни тифози и тысяч двадцати болыльников, которые были вправе ожидать упорной, обоюдоострой игры. Ведь на карту было поставлено многое, особенно для украинской команды. Бой грянул, и спустя несколько минут после безболезненных обоюдных щипков преимущество итальянцев стало более чем очевидным. Легко и элегантно обращаясь с мячом, Мальдини, Казираги, Альбертини и особенно Ломбардо все увереннее проникали сквозь неубедительные оборонительные порядки сборной Украины. Вот и голевую атаку с квадры Адзуры начал ее капитан Пауло Мальдини. Защитники желто-голубых оставили без присмотра Атилео Ломбардо и настырный итальяне забил. На первый взгляд кажется, что Тяпушкин обязан был брать этот кинжальный удар, но слишком уж невелико было расстояние добьющего Атилео. Через несколько минут Геннадий Орбу сам себе создал голевой момент. Промчавшись по левой бровке, он повстречался с Луиджи Аполлони. Дважды его развернул и, оставшись наедине с вратарем гостей Анжело Перуцци, обмануть последнего не сумел. А итальянцы, продолжая играть стремительно и точно, еще раз добились успеха. Это Джанфранко Дзола использовал промах украинского защитника Александра Евтушка. И бросок отчаяния в исполнении Тяпушкина не помешал командам уйти на перерыв при счете 2-0 в пользу итальянцев. Во втором тайме подопечные Ориго Саки сбавили обороты, но сборная Украины из этого ничего извлечь не смогла, продолжая играть под диктовку вице-чемпионов мира. В итоге поражение и сдержанный пессимизм украинских журналистов после игры сменился на спокойное осознание текущего момента. Просто надо работать, очень много работать, считают местные акулы Пера, мэтры Мирский и Липенко, создатели популярной киевской газеты «Команда». Что ж, у отборных частей национальной гвардии майские смотрины впереди, а у национальной сборной Украины парада в Англии, скорее всего, не будет. Валерий Чумаченко из Киева, специально для программы «Вол». Продолжение следует... Продолжение следует...